Вторая половина дня свободно. Развлечение, любимое занятие или для семьи. Ну вот мы уже выехали из Праги. Перед нами справа город, потихоньку выезжаем. Замок Сейхров находится 90 километров от Праги, в небольшом поселении. В Чехии небольшая страна и в течение нескольких часов можно полностью проехать. Чешское государство было основано в 9 веке. В состав ходят три исторических региона – Чехия, Моравия и Селезия. Моравия была основана на 100 лет раньше, то есть в 8 веке существовало 100 лет. Но Моравяне не устояли во время войны с венграми, была сожжена и разрушена. Чехии защитились, и они уже в начале 9 столетия решили объединиться. До сих пор как единое целое, но разное. Отличается менталитет народа, природа. О них будем потом рассказывать вам. Селезия – это самый маленький регион на Востоке. Присоединил Селезия Ян Люцембурский, отец Карла IV. Это вот единственное, что хорошего для чехов сделал, так как он всю свою жизнь воевал, ему нужны были деньги для содержания королевской армии. И продавал, заставлял здесь замки и крепости. И все вот эти проблемы своего отца уже направлял сам сын Карл IV. Самая значительная личность в истории государства. В Селезии развит промышленный район, металлургические заводы, машиностроительные. В Мораве более сельскохозяйственный регион. Ну а до того, как пришли сюда в первом, пятом столетии славяне, а их привел князь Чех, который шел со своим братом Лехом с Киевской Руси. Чех поселился на севере, у невысокой горы Жип. Его именем и названа эта земля Чехия. Лех пошел дальше на территорию Польши, поэтому поляков называют Ляхами. А до этого заселяли землю кельские боевые племена под названием Бои. Отсюда и название на латыни Богемия. Как-то из вас знаю традиционную марку Богемское стекло. Традиционный сувенир из Чехии. Конечно, в наше время уже нет такого дефицита, и мода другая. Но все равно туристы стараются хоть что-нибудь из стекла увезти на память. Чехия была в составе Австро-Венгерской империи с 1526 года до 1918. А вошли в состав после того, как своим королем избрали Фердинанда Гамсбургского. По окончании Первой мировой войны была основана независимая Чехословакия. И как единая Чехословакия была единая государство. У нас люди пожилые до сих пор, так и говорят, Чехословакия. Но в 1993 году инициаторами расхода были сами Словакия. Решили отделиться. В мирно сели, договорились и разошлись. Но тогда всех стремились к независимости. В Словакии немножко ниже уровень жизни. Но по статистике быстро и хорошо развивается. Хотя после того, как они вошли в еврозону в 2009 году, перешли на евро. Уровень жизни упал. В 2004 году Чехия и Словакия вступили в Евросоюз. Народ хотел, стремился, в надежде, что будет лучше. Были большие обещания. Но вскоре народ понял, что много минусов. В принципе, больше минусов, чем плюсов. А Словакии пожалели, что перешли на евро. Ведь все, кто в еврозоне, в случае кризиса в какой-то стране, все должны спинуться и помочь тем, у кого кризис. Кризис в Греции. И уровень жизни, если сравнивать со Словакией, намного выше. Так что Словакии сопротивлялись, протестовали. Но им было сказано, вступали в Евросоюз, принимали все условия. Так что придерживайтесь. Ну а сейчас многие добиваются, чтобы вернуться на свою валюту или оставить, как чехи хотят, двойную. Так как это в данный момент чешская крона и евро. В принципе, это всем нравится и никому не мешает. Так что добиваются исключения, скорее всего, уже в ближайшее время будет утверждено. Ну а после вступления в Евросоюз здесь растут цены. Народ говорит, цены растут как грибы. Какие-то деньги выделяются Евросоюзом, но народ простой этого не чувствует. Только растут цены, но не зарплаты. И в Чехии средняя зарплата 25 тысяч крон. Это тысячу евро. А еще в 2009 году и кризис. Так что правительство готовится к разным реформам. И не в пользу народа. Ну а после вступления в Евросоюз здесь улучшились, например, условия для проживания иностранцев. Много русскоговорящих, так как были годы, ехали сюда открывать свой бизнес. Если сравнивать русский народ и чехов. Чехи спокойны, пассивны, довольны тем, что у них есть. Нет такого стремления побольше, получше. А русскоговорящий народ, конечно, предпринимчивый, ищет пути, где можно хорошо зарабатывать. Поэтому сюда приезжало много русскоговорящих. Приезжали по визам, которые открывали у себя на родине. И эти визы каждый год надо было продлевать в иностранной политике. Но после вступления в Евросоюз, каждый, кто прожил здесь официально 5 лет, получили ПНЖ. Это те же права, что и у граждан. А многие уже и гражданство сейчас чешское берут. Но пока двойное не разрешено. Так что от своего надо будет отказываться. Хотя уже ходят слухи. И возможно, что такое разрешат оставлять в своем. То есть разрешат двойное. Даже сразу после того, как многие иностранцы получили ПНЖ, то есть уверенно в своем будущем, поднялась рождаемость. А была уже очень низкая. Помню годы, когда в школу приходило трое-пятеро детей, то есть в первый класс. Такие школы закрывались. Безли детей другие. Закрывались и садики. И поначалу за счет иностранцев поднимается рождаемость. Потом уже и чешские семьи разрослись. Матерям добавили социальные пособия в декрете. Сейчас в декрете может находиться, сама сколько решит, 2, 3 или 4 года. 4 года это максимум. И получает 220 тысяч крон. Это больше 8 тысяч евро. Эта сумма, 220 тысяч крон, делится на определенное количество месяцев. Сколько будет в декрете. До этого было намного меньше. Так что были у нас переполнены роддомы, открывались опять закрытые школы, садики. Но уже в 2008 году начинается кризис. Это все приостановилось. И вот в это время, когда был бум рождаемости, было, конечно, больше трагических случаев, когда от деток отказывались. Здесь стали восстанавливать боби-боксы. Это изобретение чешское. В больших больницах, снаружи, восстановлены боби-боксы. И в случае, если мать решила отказаться от ребенка, укладывает туда, срабатывает сигнализация, и врачи забирают. И 2 месяца ребенок при больнице находится в приюте. Если в течение 2 месяцев не вернулась, отдает на восстановление, и потом уже шанса вернуть ребенка, если решит, нет. И в таких больницах уже бездетные семьи ждут просто очереди. Но, на счастье, в наше время всего в течение года бывает пару случаев. Чехи народ ответственны. И прежде чем что-то сделать, конечно, они думают и решают, как быть. Здесь, если очень мало, по-моему,